Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. 30 октября в нашем городе произойдет достаточно знаковое и значимое событие. Это опыт уже осмысленный и пройденный некогда раньше. В прошлом году это событие уже происходило в нашем городе. Молитва памяти. Молитва памяти о всех тех, кто в годы репрессий, гонений, в годы тоталитарного режима пострадал от советской власти. Кто был убит, кто был посажен, кто отсидел в сталинских лагерях. И мы в прошлом году этой теме уже посвящали нашу передачу. Вот сегодня, анонсируя это событие, 30 октября, воскресенье, в 12 часов дня около храма Самарских святых, что на пересечении Московское шоссе Советской Армии, рядом с парком Гагарина, то есть местом, где было большое кладбище репрессированных и убитых, произойдет молитва памяти. Ребята инициативные в свое время собрались и собрали списки, насколько это было возможно, тех людей, которые были убиты, которые были замучены. По разным поводам это не всегда были поводы религиозные, это не всегда были поводы религиозной какой-то принадлежности, вероисповедания. Иногда просто человек корову имел, даже не украл, а просто имел лишнюю. Из-за этого его и сажали, и убивали. И сейчас вот от этих людей в большинстве своем осталось только имя, фамилия, статья, по которой он был посажен или был расстрелян. И, собственно говоря, тот приговор, которым был вынесен. Вот ребята эту информацию собирают, и молитва памяти читается рядом с храмом, в контексте панихиды прочитываются имена этих людей. А сегодня в нашей студии гость, один из организаторов, один из инициативных вот этих молодых людей, которые организовывают на нашей Самарской земле такую акцию, в самом хорошем смысле этого слова, акцию памяти. Илья Грузев. Здравствуйте, Илья. Ну, мы с вами в прошлом году, как я уже сказал, встречались по этому поводу, вы рассказывали. В прошлом году это был такой первый пробный этап, пробное мероприятие. И вот в этом году вы захотели повторить, да, сей опыт. Ну, я уже сказал, где и когда, вот, да, мы проанонсировали это событие. А мне в большей степени вопрос за этот год. Ну, то есть, это же понятное дело, что это не просто желание помолиться, это не просто желание взять, прийти и прочитать эти имена громко, как вы делали это в прошлом году, да, по микрофону. Так что люди, проходящие мимо храма, даже те, которые на его территорию не заходили, слышали эти имена и, может быть, даже где-то внутренне содрогались. Потому что, ну, прочитывались, да, такая-то статья расстрелян, такая-то статья, там, посажен и прочее. И вот это делается не только ради молитвы, это делается еще для того, чтобы, ну, взбудоражить и возбудить человеческую память, может быть, да, национальную память. То есть, что-то за этот год изменилось, вот, вы делаете это второй раз. В сознании, может быть, людей что-то поменялось. Может быть, кто-то откликнулся, сказал, вот, а мы хотим в этом поучаствовать. Вот что, что поменялось за этот год? Ну, надо сказать, что, конечно, реакция некая есть. Всегда, когда происходит такое чтение. Ну, реакция, может быть, незаметная человеку, который не вошел, как говорится, в вопросы, как-то для него эта тема остается далекой. Но здесь вот я еще хотел на какой момент внимания обратить. То есть здесь, приглашая людей вот на эту акцию, вот, в этом году, мы еще призываем к тому, чтобы люди приходили и говорили о своих конкретных предках, о каких-то своих родственниках, которые также пострадали вот в эти годы. И чья память была, ну, то есть, может быть, они стали жертвами клеветы или такого попытки вычеркнуть их из общества вот таким вот насильственным способом. Вот сама возможность назвать эти имена, назвать, сказать, что это вот мой дедушка, да, или это мой прадедушка. Это важно для самого человека, который будет сделать это усилие. Да, он сделает это усилие, он придет, он вспомнит. Мы призываем участвовать в этой акции не только людей, которые имеют опыт молитвы, это могут быть люди, которые такого опыта не имеют, но все понимают, что вот что-то есть в этом вот произнесении, оживлении памяти. Эта чувствительность есть у самых разных людей. И, собственно говоря, мы и рассчитываем на это. Мы рассчитываем на то, что каждый раз, проводя это чтение, приглашая все новых и новых людей, говоря об этом вот на телевидении или в социальных сетях, или проводя какие-то встречи, вот проводили встречи у вас на приходе, мы даем возможность людям вот приобщиться к этой памяти, вспомнить свое прошлое, свое личное, семейное прошлое, и тем самым прикоснуться к прошлому своей страны. Ну, в этом есть смысл. Ну вот, и еще, кроме всего прочего, вы настаиваете на некоем акте всенародного покаяния, но только я бы вот хотел для наших телезрителей прояснить ситуацию. У нас, наверное, года четыре или чуть больше назад были такие громкие дела, очень некрасивые, связанные с одним из монастырей Владимирской области, которые там призывали как раз к всенародному покаянию, крестные ходы к памятнику царя Николая и всеобщее всенародное исповедование греха цареубийства. Вот, то есть, и в данной ситуации, конечно, встает вопрос, что мы этого не совершали, мы не убивали царя, зачем нам в этом каяться? И, в общем-то, был достаточно адекватный ответ патриарха Кирилла, который четко обличил, что это нонсенс, и это вещь, которая должна быть исторгнута из практики. К какому покаянию призываете вы? Вот вы тоже говорите о покаянии, но я так понимаю, что это покаяние некого иного уровня, некого иного, скажем, понимания. Ну, опять же, важно понять, важно правильно понимать сам термин «покаяние». Это в русском языке, скажем так, оно сродни корню, сродни слова «раскаяние», вот один и тот же корень. Но это немножко разные вещи. В общем, покаяние — это, прежде всего, действие. Это некое действие, которое идет вразрез с тем, что стало вот неким поводом к такому покаянию, да, вот это вот тоталитарное прошлое нашей страны. И именно к такому покаянию мы и призываем всех участников акции, вообще всех людей нашей страны действовать вразрез с тем, что привело вот к таким вот страшным событиям. А что именно? Пожалуй, прежде чем говорить о каких-то конкретных действиях, я бы сказал о том, что будет, если мы не будем в этом направлении размышлять и действовать. Как-то действовать, да, работать. Да, есть такая русская пословица, «Кто старое помянет, тому глаз вон». И у нее есть менее известное продолжение, «А кто забудет, тому оба». Но здесь как бы это не апология злопамятности, да, вот в такой пословице. Это действительно некое указание на то, что забвение приводит к слепоте. И вот эта вот слепота, это банальная мысль, но она должна прозвучать, что эти усилия нужны для того, чтобы просто не повторилось то, что было. Это самая, может быть, первая такая мысль, но она важная, она не теряет своего значения. Может быть, кто-то не верит в то, что это возможно сейчас, что это повторится. Но как только мы забываем что-то, как только это уходит из нашей памяти, становится возможным все, что угодно. 20-й век был очень кровавым веком. При этом это было торжество науки, разума, просвещения. И это совершенно никак не остановило все это массовое гигантское насилие. Напротив, все вот эти тоталитарные общества, которые существовали в нашей истории, может быть, где-то еще существуют, они основаны на некотором разумном основании. То есть, некоторая попытка построить общество разумно. Поэтому заговорить... А что значит? Просто я очень боюсь, что наши телезрители сейчас подумают, что достаточно какой-то абстрактный разговор получается. Что значит разумное общество построено? Что вы включаете в это выражение? Ну вот, например, расовая теория. Она включает в себя некоторые предположения о том, что мир устроен как борьба разных рас между собой. Они обречены бороться между собой. И побеждает та раса, которая является наиболее, ну, скажем так, высшей. Высший рас. И это неизбежный процесс. Вот удивительно ведь, что я уже не помню, какой-то нацистский преступник, идеолог нацизма, когда вот уже на Нерденском процессе с ним разговаривали, значит, люди, они вдруг заметили, что у него нет никакой личной неприязни к еврею. То есть он даже... Довольно часто встречались такие факты в биографии, когда он помогал лично ему, симпатичным людям, имеющим еврейское происхождение. Но он при этом совершенно методично действовал в рамках вот этой вот некой схемы, имеющей рациональное основание, что вот мир вот так вот он устроен. Он в это верил. И, соответственно, вот даже свои вот эти вот личные попытки кому-то помочь, ну, он как некое нарушение процесса, который неизбежен. Вот. И аналогично в нашей стране совершенно, как сказать, вот эти вот марксистские идеи, они выдавались как научные. То есть это некая наука, которая позволяет понять, как устроено общество. Общество устроено классово. Классы обречены воевать между собой, потому что время от времени происходит, ну, вот необратимая смена формаций. И тогда какие-то угнетенные классы выходят на передние планы, они вынуждены бороться с классами, которые отжили свой век. И когда они отжили свой век, они становятся ненужными. И тогда совершенно научно, рационально и разумно помочь этим отжившим классам не мешать на пути прогресса. Вот эта вот схема тоталитарного общества, она, как сказать, она вот в том смысл, что она основана на какой-то разумной, даже, может быть, претендующей на научность идея. Это такой вот некий просвещенческий миф, когда всё должно быть основано на разуме. Ну, что касается, вот если вернуться к первоначальному вопросу про забвение, да, про цену забвения, которую мы можем принести, это другой момент, то, что наше общество в результате вот этого вот тоталитарного насилия, оно, ну, как бы, немножко мутировало, что ли, да, оно потеряло какие-то связи, которые позволят ему просто быть жизнеспособным, просто вот развиваться, расти и быть народом. Народ — это не только некое сообщество людей, которые там говорят на одном языке и населяют определенную территорию. Народ — это еще определенные социальные связи внутри этого сообщества, да, должны быть некий консенсус относительно идей, как должен развиваться народ. Некий консенсус относительно элит. — Я прошу вообще, что перебиваю, по-вашему, на ваш взгляд, сейчас в России народа нет? — Может быть, я выражусь несколько резко, но я считаю, что да, народа у нас нет. — Народов в значении того, что нету связей вот этих вот социальных, то есть они разрушены, они порваны, разорваны, или человек ими не дорожит, не стремится их выстроить. Что именно? — Они оказались разорванными, и для того, чтобы их выстроить, требуется усилие. Это не получается само собой, к сожалению. Может быть, может быть, отсутствие какого-то вот каких-то трагедий или какой-то поступательного движения истории позволит вот эти как-то связи нарасти каким-то таким вот эволюционным путем. Не знаю, но мы живем в ситуации общечеловеческой, в которой много конфликтов, а войны сейчас то там-то здесь. — Я прошу прощения, что опять перебиваю. Вот такой вопрос. Вот эти вот... Правильно ли я просто понял, и для наших телезрителей просто хочу наводящий вопрос задать. Правильно я понимаю, что вот в вашем понимании покаяния и раскаяния это и есть, в общем-то, возвращение к некой внутренней памяти своей, выход из границ забвения, и это один из способов выстроить эти социальные связи с другими людьми и превратиться в народ? Или как? Или я несколько оглубил? — Связи не только горизонтальные, но и вертикальные. Они тоже очень важны. То есть горизонтальные связи это связи между ныне живущими людьми, а вертикальные связи это вот углубление в свое прошлое, в историю своей семьи и через эту, может быть, историю и в историю страны. Ведь, что парадоксально, это довольно часто я сталкиваюсь, разговариваю с людьми, линия забвения своих предков проходит где-то в начале XX века. Кто-то помнит своих предков до революции, вот чуть-чуть. А потом возникает некоторая такая вот стена. Мы не имеем личной семейной связи с прошлым, ну вот, мало-мольским. Глубоко, это массовое явление, не то, что там кто-то один не знает, или там несколько, какой-то процент населения, это массовое явление. это не позволяет себя соотнести с народом в прошлом. Мы как бы Иваны, не помню, еще раз, два. И поэтому это вот, эта среда такая вот, она, как сказать, очень зыбкая и мобильная в том смысле, что вот эти все горизонтальные социальные связи, они вот так вот могут перемешаться, вдруг какая-нибудь возникнет идея, связанная с тем, что вот мы на самом деле, как вот, что происходит на Украине, да, например, происходит, какие-то мифологии мы рождаются, там уж про этих укров, там, я не знаю, каких-то и так далее. И начинает расползание вот этой единой славянской общности, но эти же тенденции разрушения могут быть и внутри страны, не только по национальным границам, они могут быть внутри так называемых национальных границ, потому что ну, расхождение между украинцами и русскими до вот этих всех событий они казались символическими, а сейчас они носят драматический характер, и это произошло на наших глазах, я не говорю про какую-то давнюю историю, я говорю про события, которые вот происходят, и в этом нет ничего удивительного, именно поэтому вот понимание того, что мы народ сейчас и имеем некое сродство с народом в прошлом, что это единая некая история, и эту историю надо осмыслять и называть вещи своими именами, преступления называть, преступлениями, подвиги, подвигами, это позволит нам примириться с этой историей, примириться друг с другом, и вот обеспечить, гарантировать возможность жизни нашему народу в будущем, вот поэтому это важно. На сегодня у нас почти закончено время нашего эфира, я телезрителям напомню только, что у нас с вами это не последняя встреча, мы еще с вами поговорим, это был такой разговор для затравки, безусловно, вопросов скорее возникло больше, чем были получены ответы, и в следующих наших передачах мы поговорим о том, как преодолеть тоталитарное наследие, об опыте этого преодоления и в зарубежной эмиграции, и так далее. На сегодня же мы, вот поращаясь, хочется так вот резюмировать, да, сказать о том, что действительно молитва памяти и молитва покаяния это вещь гораздо более глубокая, чем молитва, прочитанная по молитвослову, память просто открывание фотоальбома вот своего семейного, а покаяние больше, чем просто приход в храм на исповедь. Действительно требуется абсолютная перемена мировоззренческой позиции. То есть такое возможно, я так понимаю, только в том случае, если человек действительно соотнесет себя с тем, что он часть общего дерева, растущего вверх. Он ощутит себя клеточкой единого целостного организма, а не... Потому что философия раковые клетки это философия, когда человек действительно живет без прошлого, то есть вне соотнесения себя с другими клетками в прошлом, без соотнесения себя с другими клетками в будущем. Мое настоящее, надо торопиться взять все, и в результате человек вот расползается вшире и функционирует подобно раковой клетке. И вот заканчивая сегодняшнюю нашу передачу, во-первых, я еще раз вам, дорогие братья и сестры и друзья наши, я вам напомню, что 30 октября около храма Самарских Святых, Московское Шоссе Советской Армии, будет совершаться вот эта молитва памяти. Сначала в 12 часов дня приглашаются все. Если у вас есть родные, близкие, историю которых вы знаете, вы имеете шанс ее оживить и для себя самого, и для людей, которые будут на этой акции стоять. А закончить мне хотелось бы, вот пока мы разговаривали, вспомнилось одно четверостишее большого достаточно стихотворение. Без Бога нация толпа, объединенная пороком, или слепа, или глупа, или что еще страшней, жестока. Вот об этом на сегодня прощаясь, я призываю вас подумать наедине с самим собой, наедине в том числе в своих семьях. Говорите об этом за вечерним чаем. Храни вас всех Господь, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова